Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие замечательные декоративные губки, поцелуйчики, которые можно оформить в виде брошечки, пришив на булавочку, можно оформить в виде брелочка, прицепив вот такую вот, скажем так, цепочку с колечком. К предстоящему празднику Дню Святого Валентина это станет самым замечательным подарком своими руками. Минимум затрата по времени, минимум затрата по материалам и в итоге получается вот такая маленькая прелесть, которая не оставит никого равнодушным. Я надеюсь, что вам понравилось, не забудьте лайкнуть, присоединяемся, свяжем с вами вместе. Поцелуйчик состоит из верхней и нижней губы, вот как раз таки с верхней мы и начнем вязание. Для вязания нам понадобится пряжа либо красного, либо розового цвета. У меня это остатки пряжи Лана Голд Файн красного цвета. Соответствующий крючок под пряжу у меня это 1,75 мм, также наполнитель, у меня это холофайбер, иголочка, ножнички и основка для брелка. Это может быть либо основка для брелка, либо булавочка, на которую вы в дальнейшем пришьете уже готовое изделие. Для отметочки начало-конец ряда я всегда рекомендую использовать маркер, либо же это может быть обычный кусочек ниточки контрастного цвета. Так как у меня ниточка рабочая красного цвета, то я взяла ниточку контрастного, вот такого вот коричневого цвета. Итак, делаем начальное кольцо амигуруми. Для этого я беру краешек ниточки и обматываю им указательный пальчик. Теперь закрепляю ниточку и вяжу колечко амигуруми 4 столбика без накида. Первый столбик в колечко, дальше второй, третий и четвертый. Придерживаю крайнюю петельку и стягиваю наше кольцо. У нас получилось в колечко связано 4 столбика без накида и получается закончился первый ряд. Теперь мы будем вязать по спирали без соединительных столбиков и петель подъема. Во втором ряду нам нужно провязать столбик без накида прибавления 2 раза. Находим первую петельку и вяжем в первую петлю столбик без накида. Связали. Затем в следующую петельку вяжем прибавления, то есть 2 столбика без накида во вторую петлю. Первый столбик и сюда же второй столбик. Повторяем еще раз. В третью петельку вяжем столбик без накида и в четвертую петельку вяжем прибавления, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй столбик. По итогу второго ряда мы должны получить 6 столбиков без накида. Теперь для удобства берем ниточку контрастного цвета и отмечаем начало ряда. Вот так я буду отмечать, просто положим ниточку под последнюю петлю предыдущего ряда. В третьем ряду мы должны будем прочередовать снова столбик без накида прибавления. При этом мы свяжем так 3 раза. Находим первый столбик. Сначала нам будет немножечко тяжело, так как ниточка достаточно тоненькая. Вяжем в первую петлю столбик без накида, в следующую вяжем прибавления. 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. Связали первый раз. И так повторяем еще 2 раза. Столбик без накида. В следующую петельку вяжем прибавления. 2 столбика без накида. 1, и второй сюда же. И третий раз точно так же. Вяжем в пятую петельку столбик без накида, а в шестую петельку вяжем прибавления, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Связав третий ряд, у нас получилось связано по кругу 9 столбиков. Теперь снова переносим ниточку контрастного цвета в начало 4 ряда. В четвертом ряду мы с вами будем чередовать, провязывая 2 столбика без накида и делать прибавления. В первую петельку вяжем столбик без накида, во вторую петельку второй столбик без накида, а в третью петельку прибавления 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и второй столбик. И так еще 2 раза. столбик в одну петлю, столбик во вторую петлю, а в третью петельку прибавление, то есть два столбика без накида в одну петлю. Столбик и столбик сюда же. И третий раз точно так же вяжем, чередуя столбик столбик, а в третью петельку вяжем прибавление. Два столбика без накида в одну петлю. Связали столбик столбик и последнюю петлю ряда 2 столбика без накида вот эту ниточку которая нам возможно мешает при работе мне по крайней мере она мешает я ее немножечко укорочу вот так и в дальнейшем вот видите она мне уже не мешает теперь в конце четвертого ряда благодаря трем прибавлениям в ряду у нас по кругу 12 столбиков без накида отмечаем следующий ряд следующем ряду мы снова добавим 3 петельки поэтому будем чередовать три столбика без накида и в четвертую делать прибавление находим первую петельку и вяжем первый столбик во вторую петельку вяжем второй столбик третью петельку вяжем третий столбик и в четвертую вяжем прибавление то есть два столбика без накида в одну петлю один Итак, еще 2 раза. Столбик 1, следующую петлю столбик 2, следующую петлю столбик 3, и в четвертую петлю по счету делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. И еще раз повторяем. Третий раз. Столбик 1. Следующую петлю. Столбик 2. Следующую петлю. Столбик 3. И последнюю петлю ряда. Прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И по окончанию получается уже по счету пятого ряда у нас провязано 15 столбиков без накида по кругу. Теперь опять прибавление сделаем 3 раза в ряду. И будем чередовать уже 4 столбика без накида и делать прибавление в каждую пятую петлю. Вяжем первый столбик в первую петлю. Во вторую петлю второй столбик. В третью петлю третий столбик. И в четвертую петлю четвертый столбик. А дальше в пятую петлю вяжем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И так 3 раза. 4 раза по столбику. 1, 2, 3 и 4. А в пятую прибавление. Над прибавлением предыдущего ряда. Обратите внимание. И последний раз. Четыре раза по столбику. Один, два, три и четыре. А далее прибавление в пятую петельку. Вяжем прибавление. Связали шестой ряд и в конце ряда у нас получилось 18 столбиков без накида. Отметив начало седьмого ряда, мы в этом ряду провяжем просто 18 столбиков без накида. В каждую петельку по одному столбику. Один, два, далее три, четыре. И до конца ряда провяжите 18 столбиков. Седьмой ряд провязан до конца и по кругу у нас 18 столбиков без накида. Ставим снова маркер в начало ряда и вяжем в восьмом ряду 6 убавлений подряд. То есть сейчас, смотрите, мы делали до этого момента прибавление только лишь. Сейчас будем делать убавление. Убавление это провязывание двух столбиков без накида с общей вершиной. Я, в принципе, знаю два таких основных вязания убавлений. То есть вы захватываете полупетлю с первого столбика, затем полупетлю со второго столбика и сквозь три петли на крючке, захватывая рабочую ниточку, вяжем общую вершину. Это первый вариант, но я буду вязать вторым вариантом. Это берем, захватываем только лишь полупетли, то есть вот они передние стеночки одной петли и второй петли. И вот у нас получилось три петельки на крючке. Мы пропускаем рабочую нить сквозь две полупетли сначала. На крючке у нас две петли. И сквозь эти две петли захватываем рабочую ниточку и пропускаем. Вот таким вот образом я и буду делать убавление. Захватываем две полупетли и вяжем как бы столбик без накида за две полупетельки. Я сделала второе убавление. Дальше снова захватываю две полупетли и вяжу столбик без накида. Третье убавление. И две полупетли вяжу четвертое убавление. Далее нам нужно связать еще два убавления. Пятое убавление я вяжу за две полупетли. Столбик без накида. И шестое убавление. За две полупетли захватываю и вяжу столбик без накида. Дальше до конца ряда у нас остается шесть столбиков. Поэтому нам нужно в каждую петельку провязать по столбику. Первый столбик без накида, во вторую петлю второй столбик без накида, третью петлю третий, дальше четвертый, пятый столбик и в последнюю петлю шестой столбик. Вот такой вот необычный ряд у нас восьмой получился. Перекидываем маркер в начало девятого ряда. И сейчас мы сделаем над убавлением предыдущего ряда прибавление. То есть как? Мы в каждую из шести последующих петелек вяжем по два столбика без накида. Первую петлю первое прибавление, два столбика без накида. Во вторую петлю второе убавление, два столбика, ой, прибавление, простите, два столбика без накида. В третью петельку третье прибавление, два столбика без накида. В четвертую петлю два столбика без накида. В пятую петлю два столбика без накида. Раз, два. И в последнюю шестую петлю убавления предыдущего ряда вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Сделали подряд 6 прибавлений и дальше до конца ряда у нас остается 6 столбиков без накида. Поэтому провяжем в каждую петельку 6 столбиков без накида предыдущего ряда в каждую. Вот здесь вот в каждый столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Связали до конца 9 ряд. Теперь 10 ряд нам нужно провязать просто 18 столбиков без накида, которые у нас получились в конце 9 ряда. 10 ряд. Находим первую петельку ряда и начинаем вязать столбик в первую петлю, столбик во вторую петлю, столбик в третью петлю. И так до конца ряда нам нужно провязать 18 столбиков без накида в каждую петельку по столбику. Довязали 10 ряд. Переносим маркер в начало 11 ряда. И начиная с 11 ряда мы делаем убавление. Сначала чередовать будем 4 столбика без накида и делать убавление. Вяжем в первую петлю столбик первый, во вторую петлю второй столбик без накида, в третью петлю третий столбик, в четвертую петлю четвертый столбик. А дальше вяжем убавление. Захватываем полупетельку пятого столбика и шестого столбика. И вяжем столбик без накида или две петли с общей вершиной. И так нам нужно повторить еще два раза. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И делаем убавление. Полупетельку 5 и 6 столбика. Вяжем столбик без накида. И еще раз. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И делаем третье убавление в этом ряду, захватывая предпоследнюю последнюю полупетельку. Связали последнее убавление и у нас в конце 11 ряда 15 столбиков по кругу. Переносим маркер в начало 12 ряда. В 12 ряду мы убираем между убавлениями 1 столбик от предыдущего ряда. Поэтому будем чередовать 3 столбика без накида и делать убавление. Находим первую петельку и вяжем первый столбик. Далее следующую петельку второй столбик. Следующую петельку третий столбик. А затем вяжем убавление. Находим четвертую полупетлю и пятую. И вяжем убавление. Дальше снова повторяем. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Четвертую и пятую полупетельку захватываем и вяжем столбик без накида за 2 полупетли. И еще раз 3 столбика без накида. Убавление. 1, 2, 3. И захватываем предпоследнюю последние полупетельки и вяжем последнее убавление этого ряда. Захватили и вяжем столбик без накида. Теперь рекомендую вам привытащить нашу петельку крайнюю. И в образовавшееся вот здесь вот отверстие нам нужно туго-туго наполнить получившееся, скажем так, вот здесь вот уже такую вот улиточку, я бы сказала даже визуально. Наполнить хорошо вот это отверстие. Для удобства я буду использовать ножницы, которыми буду наполнять внутренность. То есть мне так удобно. Кто-то наполняет крючком, я вот наполняю ножницами. И нужно наполнить очень туго, для того, чтобы держало форму наше изделие. Прям хорошо-хорошо впихиваем в дальний уголочек, распределяем по всем рельефам с разных сторон. В общем наполняем и желательно наполните так, чтобы у вас не торчало сверху наполнитель. То есть он должен у вас спрятать быть максимально в серединке. Если не вмещается, то отрывайте, чтобы у нас сейчас при вязании не ввязывался наполнитель в изделие. Наполнитель наш наполнен, уже придался объемчик. Теперь подтягиваем на крючок крайнюю петельку и ставим отметку начала 13-го ряда. В 13-м ряду мы будем чередовать уже 2 столбика без накида и делать убавления. Находим первый столбик и вяжем сюда первый столбик без накида. Во вторую петельку предыдущего ряда столбик вяжем второй столбик без накида. И вот так вот, если у вас вытаскивается слегка наполнитель крючком, то обязательно его прячьте обратно. Связали 2 столбика, а теперь захватываем полупетельки 3-го и 4-го столбика и вяжем убавление. Итак, первый раз. И еще нам нужно связать точно так же 2 раза. Столбик-столбик, убавление. Столбик-столбик, убавление. Столбик-раз. Следующий столбик-два. И третью-четвертую полупетельку захватываем и вяжем убавление. Вот так. За 2 полупетли захватываем и вяжем столбик без накида. Я связала 2 раза и сейчас еще вяжу третий раз. Столбик-столбик. И перед последнюю-последнюю полупетельку захватываю и вяжу последнее убавление 13-го ряда. В конце 13-го ряда у нас осталось по кругу 9 столбиков. То есть 9 петелек вот таких. Теперь переносим снова нашу отметочку в начало ряда. И в 14-м ряду мы будем вязать уже просто чередуя столбик-убавление. Столбик-убавление у нас уже получится такое совсем маленькое отверстие. Итак, вяжем первую петельку-столбик. Вторую и третью полупетельку захватываем, вяжем сразу же убавление. Это первый раз. Снова столбик-убавление второй раз вяжем. Две полупетельки захватываем второго и третьего столбика предыдущего ряда, вяжем убавление. И последний третий раз мы вяжем один столбик без накида и убавление. Полупетельки последней, предпоследней петельки захватываем. Вяжем столбик без накида за полупетельки. И теперь вытаскиваем нашу отметку, маркер наш, можно так сказать, условный. И я рекомендую вам сейчас как раз-таки еще наполнить через оставшееся отверстие вторую часть, вот эту вот волнистую, скажем так, нашим наполнителем. Я снова беру ножнички, наполнитель и наполняю максимально, так как следующий ряд у нас уже будет закрывать вот это отверстие. И вы больше не сможете туда сунуть наполнитель. Донаполняла я отверстие и подтягиваю обратно петельку. Теперь смотрите, в 15-м ряду я не буду ставить маркер, а просто нам нужно провязать 2 раза по столбику без накида и сделать убавление. То есть я нахожу первую петельку ряда и вяжу столбик без накида. А дальше захватываю вторую и третью полупетлю и вяжу первое убавление ряда. И еще раз точно так же вяжу столбик без накида в следующую петельку и через 2 петли провязанные получаются наши, то есть столбик без накида, делаем убавление в 2 полупетли захватывая. Вот так. Связали убавление наше, я вот буквально довязываю его. И теперь вытаскиваем ниточку, нам нужно получившееся отверстие хорошо стянуть. И для того, чтобы сюда дошел наполнитель, я предлагаю вам влезть сюда крючком, если можно, то потоньше. И хорошо подтяните сюда к уголку нашему наполнитель. А затем вот это отверстие мы стянем просто-напросто иголочкой. Отрезаем ниточку, оставляем хвостик, затем берем иголочку и вдеваем хвостик вот так вот в ушко. И теперь находим наши вот эти петельки и начинаем нанизывать иголочкой наши петельки. То есть стягиваем отверстие. Вот так. Теперь, чтобы наполнитель не высыпался у нас, мы хорошо-хорошо продеваем вот так вот вовнутрь наш хвостик. Буквально несколько раз. Для того, чтобы его там закрепить. Все, продели хвостик, наши два отверстия закрыты со всех сторон. Мы можем ниточку смело отрезать. Вот так. И приступаем ко второй части. Берем снова отрезанный краешек ниточки и делаем кольцо амигуруми. Обхватываем указательный палец и делаем закрепительную петлю. Затем в колечко, как и в первом случае, в первой части, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. Получилось 4 столбика без накида, провязанные в первом ряду. Во втором ряду мы, как и прежде, будем вязать просто по спирали. Сейчас мы свяжем первую петлю столбик без накида. Во вторую петлю сделаем прибавление. Свяжем 2 столбика без накида. 1 столбик и сюда же второй столбик. И еще раз повторим. В третью петлю свяжем столбик 1, а в четвертую петлю, последнюю ряда, свяжем прибавление 2 столбика без накида в 1 петлю. И в конце второго ряда у нас по кругу уже 6 столбиков без накида. И точно так же, как и в первом случае, начинает немного заворачиваться. В третьем ряду нам нужно связать 3 раза столбик без накида, прибавление, столбик без накида, прибавление. Но для этого я уже возьму ниточку снова контрастного цвета и отмечу ее начало ряда, для того, чтобы не сбиться. Находим первую петельку и вяжем в нее вот так вот столбик без накида. В следующую петельку вяжем прибавление 2 столбика без накида, первый столбик и в эту же петельку второй столбик. И так еще 2 раза. Столбик без накида в 1 петлю, а в следующую вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И еще точно так же раз вяжем столбик без накида в предпоследнюю петлю, а в последнюю петлю ряда вяжем прибавление 2 столбика без накида в 1 петлю. Столбик и сюда же второй столбик. Связали третий ряд и в конце третьего ряда у нас по кругу 9 столбиков без накида. Теперь 2 ряда нам нужно провязать 9 столбиков без накида. Я сразу же буду считать 18 столбиков, потому что 2 ряда умножить на 9 столбиков, это получается 18. Не буду переносить маркер, а просто свяжу 18 столбиков по спирали. Следующую петельку нахожу и вяжу первый столбик, следующую второй столбик, следующую петлю третий столбик, следующую четвертый, далее пятый, шестой, седьмой и так далее. Буду вязать до конца этого ряда 9 столбиков и дальше снова буду продолжать считать 10, 11 или заново считаем просто первый столбик, следующую петлю второй столбик, то есть в петли пятого ряда отсчитываем 9 столбиков без накида или 2 ряда сразу же 18 столбиков, третий столбик, следующую петлю пятого ряда, четвертый столбик, пятый, шестой, следующую петлю седьмой и восьмой и девятый столбик. Связали два ряда и для удобства я отрезала ниточку красного цвета, которая у нас была с кольцами гуруми, чтобы она мне не мешала. И теперь я вытаскиваю нашу ниточку и отмечаю начало шестого ряда. Вот так. В шестом ряду нам нужно будет снова сделать три прибавления. Будем чередовать два столбика без накида и делать прибавление. Первый столбик в первую петлю, во вторую петлю второй столбик и в третью петельку прибавление. Два столбика без накида в одну петлю. Одна и вторая сюда же. Теперь снова следующую петельку находим и вяжем один столбик, далее в следующую петельку второй столбик и в третью петельку прибавление. И нам остается довязать всего лишь один раз столбик-столбик и в последнюю петлю сделать 2 столбика без накида, то есть прибавление. Связали 3 раза по 2 столбика без накида и сделали прибавление. В конце 6 ряда у нас добавилось 3 петли, следовательно уже 12 столбиков по кругу. В 7 ряду мы будем чередовать 3 столбика без накида и делать прибавление. Поэтому вяжем в первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, а в четвертую петлю рядом прибавление 2 столбика без накида в 1 петлю. Итак, еще 2 раза. 3 столбика без накида, прибавление 1, 2, 3, прибавление 2 столбика без накида в 1 петлю. И сделайте самостоятельно еще один раз 3 столбика и в последнюю петлю прибавления. 2 столбика без накида в 1 петлю. В конце 7 ряда у нас по кругу провязано 15 столбиков вместе с прибавлениями. Сейчас отмечаем начало 8 ряда. В 8 ряду мы добавим очередные 3 столбика, поэтому будем чередовать 4 столбика без накида. И в каждую пятую петлю предыдущего ряда столбик без накида вязать прибавлением. В первую петлю первый столбик, во вторую петлю второй столбик, в третью третий столбик, далее четвертый столбик и в пятую петлю вяжем прибавление 2 столбика без накида в 1 петлю. Повторяем первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, в следующую четвертый и в следующую петлю вяжем прибавление 2 столбика без накида в 1 петлю. И последний третий раз 4 столбика в разные петельки по очереди. Первый, второй, третий и четвертый столбик. Последнюю петлю рядом вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И получается добавив 3 петли в конце уже 8 ряда по счету у нас 18 столбиков без накида по кругу. Или 18 петелек. И теперь в каждую петельку получается в 9 ряду мы будем провязывать снова поочередно 4 столбика без накида и делать убавление. 5 и 6 полупетлю провязывать вместе или 5 и 6 столбик с общей вершиной. Вяжем 4 столбика без накида. Первые 4 петли по столбику. 1, 2, 3, 4. А пятую и шестую полупетельку я захватываю и вяжу столбик без накида, то есть 2 столбика с общей вершиной. Делаю убавление. Второй раз вяжу 4 столбика подряд. 1, 2, 3, 4. И делаю убавление. Пятую и шестую полупетельку вяжу столбик без накида, то есть делаю убавление. И последний третий раз в 4 столбика вяжем. 1, 2, 3 и 4. И вяжем предпоследний, последний полустолбик убавление. Связав получается по счету 9 ряд, мы убавили 3 петельки, поэтому в конце ряда провязано 15 столбиков без накида. В 10 ряду мы сейчас проочередуем уже 3 столбика без накида и сделаем убавление. 4, 5 петельку провяжем с общей вершиной или за полупетельки 4 и 5 полупетли. Итак, отсчитываем первые 3 петельки, вяжем по столбику. Первый столбик, в следующую петлю второй и в следующую петлю третий. Далее делаем убавление. Захватываем за передние полупетли и вяжем первое убавление ряда. Дальше снова 3 столбика. 1, 2, 3. Убавление. 2 полупетельки захватываем и вяжем столбик без накида. И последний третий раз. 3 столбика без накида и вяжем убавление. 1, 2, 3. Убавление. Сделали 3 убавления в ряду и получается в конце 10 ряда у нас провязано 12 столбиков без накида. Переносим маркер в начало 11 ряда и теперь чередуем уже 2 столбика без накида и делаем убавление. Первую петельку вяжем первый столбик. Следующую петлю вяжем второй столбик. Третью и четвертую полупетельку захватываем и вяжем убавление. И так 3 раза. Раз мы уже связали. Теперь повторяем второй раз. 2 столбика без накида. Убавление. За 2 полупетли захватываем. И третий раз самостоятельно провяжите 2 столбика без накида. Убавление. Довязав 11 ряд до конца по кругу у нас осталось 9 столбиков провязанных или 9 петелек. Привытаскиваем крайнюю петлю и в получившиеся отверстия снова наши ракушки начинаем наполнять. Наполняем достаточно туго, как и верхнюю часть. Для этого я снова беру в помощь себе ножнички. И вот так вот проталкиваю сквозь отверстие наполнитель. Наполнил нашу половинку. Мы подтягиваем снова петельку и отмечаем начало 12 ряда. В 12 и 13 ряду мы провяжем каждую петельку по столбику. То есть в 12 ряду 9 столбиков и в 13 ряду 9 столбиков. И я начинаю отчитывать снова 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 и 18. Связав наши столбики я снова вытаскиваю маркер, который я уже успела немножечко ввязать. Вытягиваю петельку и снова начинаю наполнять наши отверстия. То есть вот получившиеся снова отверстия наполняем дальше. Наполнили наше отверстие и снова ставим маркер в начало 14 ряда. Отметили начало 14 ряда и теперь снова продолжаем делать наши убавления. Находим первую вот здесь петельку первого столбика. И будем чередовать 1 столбик без накида и делать убавления. Поэтому в первую петельку вяжем 1 столбик. Далее вторую, третью полупетлю я захватываю и вяжу сразу же убавления. Это первый раз. Затем вяжу четвертую петельку столбик без накида. Обращайте внимание на то, чтобы ниточка у вас не делилась. Вяжем столбик без накида и сразу же делаем следующие 2 полупетельки убавления. Я захватываю полупетли и вяжу столбик без накида. И третий раз вяжем столбик без накида и сразу же в последнюю полупетельку захватываем, вяжем убавления. Связали 3 убавления. В 14 ряду и в конце ряда у нас осталось всего лишь 6 петелек или 6 столбиков без накида. Сейчас я предлагаю снова вам вытащить маркер и донаполнять наше отверстие, потому что следующий ряд максимально закроет вам вот эту, скажем так, условную дырочку, через которую мы наполняем. Донаполнял, снова подтягиваем ниточку и теперь я не буду ставить наш маркер, мне больше он не нужен. В 15 ряду я всего лишь 2 раза провяжу 1 столбик без накида и сделаю сразу же убавление. Итак, первую петельку я вяжу в столбик без накида, дальше вторую и третью полупетлю захватываю, вяжу первое убавление 15 ряда. И еще раз повторяем, 1 столбик без накида в следующую петельку после убавления. Здесь уже не очень видно, но вы постарайтесь. Вяжем столбик без накида и затем следующие 2 полупетельки захватываем, это убавление. Уже не совсем здесь удобно, это край вязания. Можно здесь в принципе уже убавление и не делать, мы все равно сейчас будем стягивать вот эти петельки оставшиеся, для того, чтобы наш наполнитель не высыпался. Я все-таки постаралась сделать, вот сделала убавление. И теперь смотрите, вытаскиваем ниточку, оставляем где-то хвостик сантиметров 25-30, хотите можете чуть больше, чуть меньше. Нам этот хвостик сейчас понадобится для сшивания. Для начала мы сейчас заправим хвостик и закроем вот эти оставшиеся петельки, отверстия вот это. Для удобства сейчас возьмите крючок и, скажем так, вдев его вот сюда в центр, немножечко подтяните наполнитель ко второму краю. То есть здесь вы наполняли, он хорошо получился. Вот здесь, где мы сейчас вязали конец, то там наполнено недостаточно плотненько, поэтому вытащите немножечко наполнителя сюда в этот уголочек второй и вдеваем ниточку в иголочку. Вдели ниточку в иголочку и теперь смотрите, что мы делаем. Мы находим вот эти петельки наши открытые и начинаем нанизывать их на иголочку. И теперь для того, чтобы красиво придать форму второму краю, мы вот так вот вдеваем по центру где-то и вытаскиваем еще раз в начале, там, где закончили вязание. Вот так. То есть немножечко придаем как бы красивый вид вот этой стороне, где мы закончили вязание. Теперь постарайтесь максимально поубирать все, скажем так, части наполнителя, которые у вас возможно... Ну вот у меня, например, немножечко еще наполнитель, скажем, по ходу набивания, вот, пооставался. Все чистим аккуратненько. И теперь берем первую часть, которую мы с вами вязали и находим вогнутую вот эту сторону. Это вогнутая сторона, самый верх. Теперь снизу вот так вот прикладываем две части. Можете сшить вот с этой стороны, затем с задней стороны и с другой стороны. Но я как бы не очень хочу, чтобы они у меня были такие вот плотные. Поэтому я хочу сшить только лишь как бы продев за вот эти уголки наши с одной стороны и с другой стороны. Но обязательно, чтобы самая вогнутая часть была сверху. То есть вот так вот пришиваем буквально несколькими стежками уголочек верхний и уголочек нижний. Вот так. Я это делаю, скажем так, самыми простыми стежками. Можно стяжками, как вам удобно. Самое главное, чтобы не оставались острые края. Острые края, скажем так, если остаются у вас, то пусть остаются и с верхней, и с нижней части. Точно так же и с этой стороны. У нас, если остаются края, то только лишь, скажем так, вот здесь самые-самые-самые края. Все остальное мы сшиваем. И точно так же я разворачиваю вот такой стороной к себе удобной. И продеваю такими мелкими шажками с внутренней стороны губ, дойдя до вот этого края. Прошили с внутренней стороны. Посмотрите, у вас ни с одной, ни с другой стороны не должны быть видны стежки. Теперь дошли до уголка. И этот уголочек точно так же, как и первый уголок, прошиваем буквально пару стежочков делаем. Вот так. И ни с одной стороны, ни с другой стороны у вас не должны быть, еще раз повторюсь, видны стежки. Все должно быть максимально аккуратно и красиво. Еще раз можете хорошо стянуть внутренний, скажем, шовчик, тот, который вы сделали, тайными стежками. И все. Мы сшили. Нам осталось лишь только взять основу для брелка. И есть два варианта. Либо подшить сюда, ну то есть вот у вас колечко, либо подшить, либо это колечко разжать. И где-то вот здесь вот хорошо сквозь вязаную, скажем так, детальку, хорошо продеть и зажать. То есть вот так. Либо же, еще раз повторюсь, можете колечко не разжимать, а просто вернуться иголочкой вот в этот уголочек и с уголочка наметать на вот это самое маленькое колечко с краю. Вот так. У вас будут красивые в итоге губки-брелочек, которые вы сможете подарить, в принципе, молодому человеку своему, либо любимой девушке, если вы парень. Вот. Также такой брелочек можно красиво оформить, скажем так, в качестве дополнительного сюрприза своими руками. И, естественно, кому понравилось, конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.